Приветствую вас, друзья! Сегодня на канале очередной обзор китайской электроники. На этот раз у нас будет охлаждающая подставка для ноутбука. Пришла она вот этой вот коробке. Коробка, увы, немного раздолбанная, но это вина нашей почты, уж поверьте. В целом, надеюсь, товар не повредился и пришел в хорошем состоянии. Данная штука может быть полезна очень многим людям. Например, если вы геймер, используете игровой ноутбук и хотите усилить его мощность охлаждением, это вам поможет. Или наоборот, у вас старый компьютер и он сильно нагревается, из-за чего теряется мощность, это тоже хороший вариант. Ну или просто увеличить жизнь своего ноутбука и усилить его способности, также эта штука может помочь. Увы, прирост в охлаждении не такой уж и сильный, может быть несколько градусов, но все-таки он есть. Так что бесполезно, ее назвать точно нельзя. Итак, на сайте эта штука называется Nooxi L112. Кому интересно, ссылка будет в описании, в тот магазин, где покупал я. Расцветка есть белая, черная и синяя. Во всех, кстати, имеется подсветка. С задней стороны коробки мы имеем разные надписи, характеристики, все на английском языке. Размер данной подставки 35 см на 25 см. Толщина 20 до 29 мм. Итак, давайте откроем упаковочку. В коробке мы имеем саму подставку и кабель USB-USB. Это для того, чтобы запитать подставку от самого ноутбука. Довольно удобно. Когда выключаем ноутбук, выключается подставка. Итак, сама подставка очень легкая. В ней встроено 6 вентиляторов, которые мы видим здесь. Также есть две ножки. И кроме этого, 4 прорезиненные вставки. Верхняя часть у нас выглядит вот так. Металлическая решетка черного цвета, в моем случае черного. Есть логотип Cooler Pad, то есть охлаждающая подставка. По краям подставки, кроме левого края, ничего нет. Ну а с левого края мы имеем регулировку мощности вентиляторов и два порта USB. После чего я возьму 15-дюймовый ноутбук, поставлю сверху. Подходит очень неплохо. Итак, ставим. И теперь давайте запитаем саму подставку от ноутбука. Выглядит это все вот так вот. 6 вентиляторов. У каждого синяя подсветка. Выглядит все очень прилично. Мощностью можем управлять с этой стороны. Максимальная мощность. Ветер прям таки чувствуется. И минимальная. Вплоть до выключения. Шума она практически не издает. В более темной обстановке это будет выглядеть примерно вот так. Делать измерение, насколько она эффективно охлаждает ноутбук, смысла я не вижу. Здесь играет очень большую роль сам ноутбук. Его структура, пластик или металл, как у него стоят отверстия на днище и многое другое. В принципе вот такой вот обзорчик и распаковочка на охлаждающую подставку из Китая. Кому интересно, как я говорил, ссылка будет в описании. Если вам понравился обзор, подписывайтесь на канал, впереди будет еще много интересного. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях или переходите в нашу группу ВКонтакте, она тоже есть в описании. В целом я могу сказать, отличный товар за небольшую цену. Кому он нужен, советую брать. Переплачивать за бренд просто не вижу смысла. Но я благодарю за просмотр и до новых встреч.